Музыка Блейд это действительно искусство И для меня блейд это как кисть, волосы это как холст И вы рисуете на волосах все что вы хотите И почему я выбрал именно блейд? Как инструмент для стрижки Салон мой также называется Блейд Студио Как вы видите это очень такой красивый инструмент Прежде чем я начну говорить о стрижке, о техниках стрижек Я вам расскажу о форме, о технических его возможностях И что такое действительно блейд? Он очень эргономичной формы Его очень удобно держать Если мы поговорим, что использовать кольцо, мы его не используем Для того, чтобы ваша рука очень красиво двигалась И основные ваши точки в этом Когда вы держите блейд, у вас работает кисть, локоть и плечо Как будто вы играете на скрипке Действительно очень получаются мягкие красивые срезы Сейчас я распущу волосы Александры И постепенно начну работать и стричь Одновременно рассказывая про блейд Еще важный момент В стрижке блейдом Также основные правила, которые мы используем Это три основных правила Это скольжение Это давление И угол направления Что такое угол По отношению к волосам Мы его используем как нулевой То есть блейд по отношению к волосам Он всегда скользит параллельно волосу Мы его никогда не перенаправляем Зависит еще от стрижки То, что вы давление даете на прядь Чем больше давление, тем больше вы снимаете массы и длины Вот я продемонстрирую Сейчас я расчешу волосы Перед началом стрижки я всегда меняю лезвия Вот такие кассеты Они вот так выглядят Всем видно, да, ребят? Старый... Что? Обязательно я сейчас расскажу, да И вот так вот выглядит кассета Давайте будем активными Потому что если вы будете активными У меня для вас есть небольшой подарок Я еще представляю свой бренд Роман Кондратов У меня собственная линейка Это спрей с морской соликой Когда буду я использовать на Александре И флюид это масло для волос В сочетании очень крутые получаются волосы И перед, как вы сказали, что я всегда использую флюид Для волос Для того, чтобы было облегчение скольжения И не повреждение структуры волоса Как вы думаете? Какие вы слышали мифы о бритве? Четко? Сечется? Спасибо большое Правильно, большой миф о том Что после стрижки бритвы и блейдом У нас волосы секутся Я вам скажу, что у меня огромный опыт в преподавании И я работаю также практикующимся мастером В салоне у себя И я вам могу сказать Про нулевой именно угол Когда вы Идет движение Градуса То есть вы его не меняете Четко скользите по волосам Лезвие снимает по кутикуле волос Я это очень часто о себе говорю в соцсетях И рассказываю в салоне Что при скольжении и срезании лезвия по кутикуле Волосы отрастают очень красивые И чем круто стрижка блейдом Тем, что стрижка всегда меняется Она очень долгоносибельная То есть человек, когда носит такую стрижку Он постоянно может ее трансформировать Это очень круто Почему я еще выбрал блейд? Потому что это такая альтернатива И предложение гостям что-то нового И это очень здорово Потому что вы всегда можете Предложить что-то новое в стрижке Вот Сейчас я нанесу масло Если кто-то захочет попробовать Стенд 15F45 Подходите, все расскажем Моя работает команда вместе со мной Спасибо им огромное То есть масло достаточно хорошо флюит Вспитывается Вы видите Я достаточное количество наношу на волосы Когда я наношу их на мокрые волосы Масло очень хорошо проникает вглубь волосы Тем самым будет хорошее скольжение Так, я поменял лезвие на блейде Его очень в кассете вставил То есть всегда смотрите Лезвие должно лицевой части быть к вам То есть к лицу То есть не обратной стороной И мы всегда стрижем Не режущей стороной Вы никогда не можете порезаться блейдом Поэтому она безопасная Пожалуйста, смотрите Именно вот этой режущей стороной Да Спасибо Так Что же я сегодня буду стричь Я простригу для Александры Текстурный боб Потому что стрижки блейдом Они, когда вы начинаете классические стрижки выполнять Они очень круто смотрятся И они абсолютно по-другому Начинают в жизни В движении Хорошо носибельные У меня будут сегодня на стрижке Представлены три основных Три основных техники Это техника скимминг Техника пэмкатинг И керкатинг Более подробно я расскажу В процессе То есть начну я стрижку Затылочные зоны Когда вы работаете с блейдом Здесь вы можете контролировать Чем плотнее волосы Тем вы делаете меньше Секции разделения Чем тоньше волосы Вы тем более Даете большие секции Для того, чтобы вы создавали объем Еще очень часто говорят о том Что блейд нельзя использовать На тонких волосах Поверьте мне Это очень работает классно На тонких волосах Создавая текстуру И объем У Александры достаточно Такие плотные Прямые волосы И мы с Александрой Решили Немного Придать текстуру Для того, чтобы Она могла И носить прямые волосы И также легкими движениями руки Создавая текстуру на волосах Достаточно такие тяжелые И подниму чуть-чуть Есть здесь Не держу Ладно, хорошо Давайте Давайте сейчас Для вашей стороны Потом для вашей стороны Перед тем, как вы начинаете стричь Вы делаете разделение Стрижете всегда прядь Каждая прядь на своем месте Разделение делаете То есть Небольшие секции Прядь всегда должна быть Чуть меньше ширины блейда Для того, чтобы вы контролировали Натяжение прядей И скольжение То есть мы Определимся С длиной И у меня будет Амплитуда движения Блейда Очень большая То есть в зависимости Если вы хотите Плотный срез делать Вы амплитуду делаете Очень короткую Примерно сантиметр Если вы хотите Сделать более мягкую текстуру Амплитуду вы увеличиваете Для начала В технике скимминг Вы кладете Блейд На прядь Другой рукой Вы контролируете Натяжение И плавными Скользящими движениями Как будто Вы играете На скрипке Я всегда это говорил Вы убираете Длину То есть Срез получается Очень достаточно Мягкий И красивый Давайте продемонстрирую Почему я говорю Каждая прядь Стрижется на своем месте Для того Чтобы я Простриг И было это Очень текстурно И красиво Здесь очень важные моменты Когда мы Простригаем Заушную раковину Для того Чтобы мы не Стостричь Мы немного Блейд Скользим Параллельно Волосу То есть Основные моменты Я сегодня Расскажу Если кто-то Захочет Более Углубиться В стрижки Блейдом Я всегда Жду У себя В соцсетях И на мастер-классах Где Я более подробно Мы с вами Практикуем Работаем С блейдом Для того Чтобы вы Не боялись И работали Красиво И предлагали Своим гостям Интересные Техники Интересные Стрижки Достаточно Плавно И скользящими Движениями Я Убираю Сразу Массу И объем Техника Пинчи Инским Это Зажимаем Мы Пальческом И легкими Движениями Убираем Немного Тех волос Которые Нам нужны То есть Вы можете Создавать Отдельно Прядь за прядью Убирая Длину И массу Следующая Секция У меня Повторяется Но Здесь Важный Момент То что Мы Не Соединяем То есть У нас Каждая Прядь Стрижется На своем Месте И каждая Секция Стрижется На своем Месте Не затрагивая Ранее Подстриженные Тем Самым У нас Получается Более Текстурная Форма Геометрию Стрижки Я поддерживаю Да Я стригу Сейчас В квадрате То есть Стрижка Блейдом Наши правила Парикмахеров В стрижке Никто не отменял И вы всегда Когда вы Стрижете Блейдом Вы должны Я всегда говорю Чувствуйте волосы Потому что Волосы Это как ткань И работайте С ней Как тканью А блейд Вам только Помогает Это использовать Да Конечно Больше Творческие То есть Почему я и говорю Что блейд Стрижка Блейдом Это искусство То есть Вы свое Вдохновение Свое Воплощаете В мир И показывает Как это Можно Работать Следующая Секция То есть Я захватом Убираю Создаю себе Полосной И техникой Скимминг Опять же Кладу Блейд Параллельно И начинаю С эту Стрижку Блейдом Также Вы можете Скомбинировать Это Прямые Ножницы И стрижка Блейдом Три Техники Скимминг Пэнкатинг И кёрткатинг Это Техника Скимминг Сейчас Обязательно Контролирую Прядь И Простригаю Также Я В квадрате Начинаю Работать То есть У нас Достаточно В принципе Такое Немного Времени Скажем Если я Не успею Сделать Укладку На сцене То Подписывайтесь На соцсети Я обязательно Выложу Результат Как можно Легко И просто Уложить Стрижку Блейдом И текстурно Либо Прямым То есть Я вам скажу Честно Это не авторское Я В Россию Скажем так Привез Техники Стрижки Блейдом То есть Я это Не придумал Но один Из первых То есть Я работал В компании Себастин Как вы знаете И От этого В Себастине Мы только Работали Стрижками Блейдом Блейдом А теперь Я не вижу А вот Все Это моя Моя команда Спасибо большое Давай Ага Спасибо Так Продолжаем Это у меня Третья Секция Я Простригаю В технике Скиминг И Как вы Видите У меня Каждая Секция Не соединяется И Амплитуда У меня Достаточно Большая Я контролирую Давление Я контролирую Скольжение Тем самым У меня Получается Очень хороший Результат Если вы Учитываете Все эти Три Направления Стрижки Еще раз Повторю Техника Скиминг В технике Скиминг Мы сразу Убираем Массу И сразу Убираем Длину Это очень Удобно Мягкими Скользящими Движениями Средней Густоты Но Они Достаточно Очень Тяжелые И Их Сложно Протекстурировать Здесь Очень Хорошо Будет Работать Блейд Ну вот Давайте Посмотрим Немного Результат То есть Они Начинают У вас Двигаться За счет Того Что у вас Три секции Прострижены В разном Направлении При стрижке Блейдем Я Стараюсь Не Использовать Большое Количество Воды Для Того Чтобы Вы Чувствовали Когда Волос Подсыхает Что Вы Стрижете Чтобы Вы Больше Контролировали Волосы Еще раз Да Чтобы Чувствовалась Амплитуда Спасибо Большое Давайте Подключайтесь Ребят С Дальних Рядов Задавайте Вопросы Крутой Вопрос На Кудрявых Волосах Очень Круто Стрижка Блейдем Выглядит В технике Керф Катинг Я Сейчас К ней Подойду И я Вам Расскажу О технике Керф Катинг Здесь В Керф Катинг Подчеркивается Именно Волна Вы Вы Стрижете По Кудре Для Того Чтобы Сформировать И Формировались Естественно Кудри То есть Блейд Будет Подчеркивать Текстуру Кудрявых Волос И Вот Как раз Я Дошел До Такой Точки Где Я Могу Протекстурировать Техникой Керф Катинг Что Такое Керф Катинг Керф Переводится Как Запятая То есть Я На Волосах Рисую Прям Запятую Очень Четко Прочерчиваю Вы Очень Можете Для Кудрявых Волос Допустим Выкручиваете В жгут И Прорезаете Очень Аккуратно С разных Сторон Кудрявые Волосы Тем Самым У вас Завиток Будет Очень Красиво Формироваться В Данном Случе Я Буду Работать В Середине Гряди В Средней Части Затылочные Зоны Достаточно Такой Широк Взял Я Работаю Всегда В середине Тёрф Катинг Выполняется В середине От Корней Примерно 15 Сантиметров То есть Я Беру Блейк Как Ручку Зажимаю Большим Пальцем И Средним Делаю Прокол И Движением Давлением Убираю С одной И с другой Сороны При этом Вы Контролируете Натяжение Ряди Тем Самым У вас Получается Очень Такая Широкие Открытие Пространства Для того Чтобы Волосы Очень Красиво Двигались И Ещё раз Прочувствую Если Мне Недостаточно Я могу Ещё раз Спокойно Повторить И Проработать У вас Сразу Получается Небольшая Такая Обикрытие Пространств Внутри Самих Волос Ещё раз То есть Полумесяц Такой Запятую Здесь Вы уже Смотрите На текстуру Волоса Вы можете Сделать Небольшими Такими Открытие Пространств Но Всегда Помните Что Блейд Всегда Скользит Параллельно Волосу То есть По Кутикуле Волос Мы Срезаем Очень Плавными Движениями То есть Здесь Нет Таких Агрессивных Движений Достаточно Очень Плавные И Красивые Вот У меня Появилось В этой Части Я думаю Это заметно Более Плавное И Я могу Сформировать Руками Я могу Сразу Сейчас Использовать С моего Бренда Роман Кондратов Это Морская Соль Я могу Сказать Что Я создал Эту Линейку Для того Чтобы Все парикмахеры Имели Возможность Базу Которая Используется В салоне Это Спрей Это Масло Это Лосьоны Для Укладки Больше Всего Это Конечно Стайлинг Это Абсолютно Базовые Вещи Которые Можно Использовать Шампунь Кондиционер И Флюид И Спрей Для Волос То есть Морская Соль Абсолютно Не Склеивает Волосы Но При этом Вы Можете Сформировать И Красиво Оформить Следующая Секция Это Последняя У меня Секция На Затылочной Зоне Я Также Не Буду Соединять Между Секциями Каждая Секция Помним Да Стряжется На Своем Место И Достаточно Сначала Я сейчас Сниму Массу И Потом Я уже Пойду Амплитудой Повторяя Такую Более Округлую Форму То есть Я рисую Амплитудой Этой Для того Чтобы У нас Красиво Лежали Волосы Когда мы Вытягиваем Либо Немного Да Отступают У меня Градус Уже Поменялся Я Немного Я сейчас Сниму Массы И Потом Я Уже Амплитудой Увеличиваю И Меняю Угол Направления Стрижкой Здесь Я уже Для того Чтобы Не убрать Длину Поворачиваю Угол По диагонали И Простригаю В технике Скиминг Здесь Я убрал Массу И Амплитуду Увеличиваю Движение И Прорезаю То есть Здесь Даже У меня Получается Всегда Естественное Падение Волос Так Я Простриг Затылочную Зону И Также Проработаю Кёрф Катинг Также Буду Работать В середине Пряди Беру Как Блэйд Как Ручку И Простригаю Рисуя Полумесяц На Волосах В Кёрф Катинг Очень Интересное Вы Можете Менять Направление Движения Волос То есть Если Вы Заметили Я Сейчас Работаю Открывая Пространство С двух Сторон Если Вы Хотите Чтобы Ваши Волосы Лежали Влево Либо Вправо Значит Вы Полумесяц Рисуете В ту Сторон Куда Вы Хотите Направлять Волосы Это Очень Хорошо Решает Проблемы Когда Человек Не Может Справиться С тем Как Волосы Лежат И Я Смотрю Еще Немного Добавлю То есть Здесь Уже Видно Такие Пространства Почему Я беру Достаточно Широкие Чтобы Это Было Актуально И Очень Красиво В Технике Skimming Curse Cutting И Ben Cutting Вы Можете Работать Как На Мокрых Волосах Так И На Сухих Почему Я Говорю Что Можно Работать На Сухих Волосах Контролируйте Процесс Этой Самой Стрижки Сколько Вы Убрали Давление Как Вы Нажали Какое Скольжение У вас И Вы Уже Смотрите Где Можно Убрать Сейчас Я Буду Соединять Височные Зоны С Затылочной Частью Главы Перейдем На Виски Естественное Падение Волос Еще раз Повторяю Техника Скинг Четко Скользит Параллельно Волосу Очень Плавные Красивые Движения Натяжение Прядей Я тоже Контролирую Одновременно У лица Я проработаю Еще Когда Я Прострегу Техники Скинг И у лица Я проработаю Техникой Пэнкатинг Тоже Интересная Техника Она Очень Детальна Можно В этой Технике Добиться Очень Интересных Линий Вот у меня Видите У лица Практически Подсыхают Волосы Я уже Вижу Как они Будут Лежать Не соединяя С ранним Предыдущими Здесь Уже Последние Сначала Снимаю Массу А потом Я уже Ухожу В длину Какие У вас Будут Еще Вопросы Задавайте Не стесняйтесь Все Ли Понятно Или Когда Смотришь Наверное Легко Выполнять Так Давайте Вот так На Какие Волосы Точно Нельзя Спасибо За Вопрос На Всех Волосах Можно Работать Техникой Любой Абсолютно Вы знаете Я настолько Влюблен В этот Инструмент Что Я уже Без него Жить не могу Мне иногда Говорят Ну возьми Ножницы Но это Уже Все Это Я и Блейд Это Одно Одно Из Одно Никак Не Разделить Я На Семинарах Всегда Говорю О том Что Нужно Чувствовать Волос Это Я Не могу Наверное Научить Как Их Чувствовать Потому Что Каждый Человек Чувствует Волосы По Своему Каждый Мастер Здесь Ваше Индивидуальное Что Интересно В Лейде Что Стрижка Это Ваш Индивидуальный Подход Поэтому Если Кто Хочет Более Подробно Узнать О всех Техниках Потому Что Их Около Десяти Выполнение Тех Или Иных Стрижек В той Или Иной Технике Следите Подписывайтесь На мой Телеграм Канал В соц Сетях Роман Кондратов Артист Буду Рад Вас Я много Рассказываю О стрижках О техниках О косметике Своего бренда Все Основные 6-5 Мы точно Вы прорабатываете И на длинные волосы Стрижки И на короткие То есть Мы с вами На манекен На манекенах Простригаем Все Стрижки Техники Посмотрите Достаточно Очень Мягкая Линия Чтобы Можно было Очень красиво Уложить С мягкой линией Так как у нас У Александра Очень Графичное Лицо Да И мы хотели Ее немного Так смягчить Чтобы это было Красиво Модно И Женственно Я приступлю Сейчас Зоне Челки Я ее Выделю Таким более Полукругом И проработаю В технике Как я уже Сказал Пэнкатинг Разделю Это на Две Секции Так Выполняется Техника Пэнкатинг Я также Беру Блейд У основания Как ручку И буду Диагональными Проборами Как бы Прокалывать На себя Движения То есть Очень плавные И То есть Я беру И кончик От кончика До середины У меня Идет Такой Небольшой Срез Я всегда Начинаю На одном Уровне И Простригаю Для того Чтобы она У нас Была Очень Текстурная Мягкая Здесь Нельзя Торопиться Если вы Потеряли Натяжение Пряди Вы Снова Можете Перечесать И вернуться В то Положение В которое Вы Находились То есть Здесь Ничего Нету Страшного В том Что Вы Прочесываете Контролируете То есть Пэнкатинг Он выполняется Диагональными Проборами Прокалывания И Вытаскивания Той массы Которая Вам Нужна Еще Одна Секция Наверное Все-таки Вот Знаете Три секции То есть В процессе Стрижки Вы понимаете Что Вам Необходимо Несколько Секций То есть Вы кистью Прям Вот Блейдом Очень Плавно Опять же Скользящим Движением Я всегда Повторяю Блейд Всегда Скользит Параллельно Волосу У меня Получилось Диагональные Движения Прокола И Последняя Секция Также Я То есть Это Три Основных Техники Кто Запомнил Давайте Повторим Давай Техника Скиминг Это Когда Убираем Длину И Массу Техника Пэнкатинг Для Открытия Пространства Очень Легкие Движения Мягкие И Кёрф Катинг Это У нас Запятая Где Мы Открываем Более Активные Такие Пространства Такие Проколы Ну вот У нас Посмотрите Очень Мягкая Линия Получилась Сейчас Я Немного Доработаю Это Тоже Техника Скиминг Но Уже Такая Визуальная Работа Вы Дополняете Немного Движения И С этой Стороны Мы Проработаем И Совсем Немного Ну вот У меня Получилась Достаточно Очень Обтекаемая Форма И В зоне Да Помните Что я В затылочной Зоне Прорабатывал В технике Кёрф Катинг Для того Чтобы Вот Именно Обтекаемая Очень Красивая Каплевидная Форма У нас Получилась И Немного Доработаю Кёрф Катинг Здесь Немного Прорисую Мне Достаточно Будет Чтобы Эта Мягкая Линия Легла С двух сторон Чтобы У нас Волосы Были Перенаправленными И Красиво Ложились В форме Стайлинг Для клиентов Дома Здесь Уже Предпочтение Каждого Клиента Вашего Гости Салона Как Вы Можете Предложить Если Это Длинные Волосы Можете Предложить Масло Флюи Если Вы Хотите Объем Пожалуйста Для Объема Морская Соль Если Не Любит Какой-то Стайлинг Можно Лосьон Использовать Для Укладки Что Не Утяжеляет Волосы Но При Этом У вас Будет Контролируемые Вещи Движение Пожалуйста То Что Легко Ну Я Думаю Что Это Лосьон Для Укладки Мягко Тиксации Несильной Средней То есть Вот Морская Соль Допустим У меня Она Делает Объем Чем Хорошо Что Вы Можете Использовать На Мокрые Волосы И На Сухие Если Вам Не Хватает Текстуры Вы Можете Ее Добавлять Добавлять И Вы Никогда Не Перегрузите Волосы Когда Я Выполнял Скажем Разрабатывал Эту Косметику Мне Хотелось Чтобы Каждый Парикмахер Не Боялся Использовать Стайлинг Для Волос Потому Что Стайлинг Для Волос Это Такой Информация Инструмент Который Вам Помогает В Работе Потому Что Многие Мастера Когда Ездишь По России С Мастер Классами Разговариваешь С коллегами Своими Все Боятся Использовать Масло Для Волос Спреи Я Вам Могу Сказать Что Не Нужно Бояться Нужно Просто Брать И Делать Если Вы Какой То Не Понимаете Продук Мой Совет Взять Этот продукт На целый День И на Каждого Клиента Для всех Типов Волос Его Использовать Только Тогда Вы Поймете Как Продукт Этот Работает Вы Сами Будете Понимать Потому Что Конечно Все Основные Условия Что Нанесите На Мокрые Волосы Уложите Все Здесь Уже Более Подробно Можно Понимать Просушу Сейчас Немного Руками Почему Я Очень Много Руками Трогаю Волосы Для того Чтобы Понять Сколько Массы Я снял Чтобы Вы Прочувствовали Где-то Может быть На сухие Можно Будет Доработать Я Сейчас Немного Мне Не Хватает Я Прям Пробрызгаю Всегда Спрей Наношу Корни Середина Концы Для того Чтобы Это Равномерно Разбыляющими Движениями Всегда После Этого Я Прочесываю Волосы Для того Чтобы Равномерно Распределить Продукт По Волосам Присыплю К Укладке Направление Воздуха При сушке Я все равно Использую Направление Воздуха Для того Чтобы Сначала Просушить Прикорневую Часть А потом Уже Использовать По длине Воздух Перенаправляя Сейчас я Создам Более Такую Структуру Ровную Для того Чтобы Вы Могли Увидеть Саму Структуру Вот Абсолютно Видите Волосы Очень Пластичные За счет Того Что Флюид И Будут Текстурные Полотном Лежать За счет Того Что У нас Нанесли Мы Спрей С Морской Солью Текстурные Укладки Я Выложу В соцсетях Можете Посмотреть Конечный Результат Укладки Кому Будет Интересно Поэтому Подписывайтесь На Роман Кондратов Артист Я Много Очень Интересной Информации Рассказываю Про Стрижки Ну И Вообще Про Мою Жизнь Буду Рас Видите Сюда Немного Проработаю Брашингом С брашингом Я тоже Работаю Ведь У меня Плюид Помогает Скольжение А Морская Соль Может Мне Помочь В движении Волос Платно Спрей Если Нету Я думаю Что Во многих Брендах Можно Использовать Любой Спрей Либо Для Объема Что-то Декстурирующее Но Рекомендую Использовать Спрей Морская Соль От Романа Кандрасова Хочу еще сказать Большое спасибо Александру Стигунову Который Предоставил Вот такой Замечательный Пеньюар Для Стрижки У него Сегодня Тоже Стенд Поэтому Тоже Можете Подходить И Узнать Интересные Варианты Для Пеньюара Очень Очень Удобный Когда Работают То есть Здесь Такая Подушечка Очень Хорошо Вы Контролируете Длину Я Всегда Работаю Начинаю С верхней Зоны При Сушке Для Того Чтобы Создать Объем Но Никак Не С Нижней Затылочной Потому Что Когда Вы Мокрые Волосы Кладете На Ран Приведущие У вас Объем Уходит То есть Вы Можете Не Контролировать Это Тоже Такие Важные Моменты Когда Вы Можете Просушить Полетело Мы Нет У нас Команда И Я Лично Обучаю То есть На Семинарах Ни Один Человек Не Уходит Без Моего Внимания То есть Мы Настолько Мне Важно Чтобы Наши Семинаристы Получили Больше Информации И Влюбить В этот Прекрасный Инструмент И У Меня Еще Одна Часть Осталась На Затылочной Зоне Я Просушу Очень Будут Такие Мягкие Линии И Александра Может Просто Намочить Волосы Взбить Их Руками Я думаю Что Такую Укладку Я Сделаю После Выставлю У себя Профиль Как Как Это Может Быть Тоже Красиво И По Разному Причем То есть Чем Хорошо Стрижки Блейдом Вы Всегда Выглядите Каждый День По Разному Все Я Прям Мне кажется Как Часы Да Ребят Давайте Я сейчас Сниму Когда Спикер Следит За Временем Это Конечно Опыт Спасибо Пожалуйста Я думаю Что Ваши Аплодисменты Вам Стрижка Поэтому Подходите Кому Интересно На мой Стенд 1545 Я Буду Вас Ждать Вот Здесь Недалеко От Подиума Роман А подарок За Лучший Вопрос Да Кстати Давайте